Здравствуйте! Это программа Connect и я ведущая Арина Каверина. Сегодня у нас в гостях преподаватель английского языка, блогер Вера Самойлова. Вера, привет! Привет, Арина! У меня готов для тебя первый вопрос. Вера, скажи, пожалуйста, почему английский язык был, остается и всегда будет на пике популярности? Мне кажется, ответ очевиден. Английский является самым популярным и самым универсальным средством общения во всем мире. И да, мы не будем говорить о численности, носителей языка и так далее. Возможно, китайский язык сложно переплюнуть, но на английском говорят во всем мире. И если ты едешь в Индонезию, ты едешь в Португалию, неважно, в Мексику, тебя поймут именно на английском, а люди хотят быть понятыми, хотят понимать и поэтому, конечно, они хотят изучать именно английский язык. Еще, мне кажется, одна из причин, почему люди приходят изучать английский, не все, не все путешествуют, не все занимаются бизнесом. Люди изучали английский в школе и, выбирая себе хобби, очень многие выбирают именно английский, потому что, наверное, легче продолжить то, что ты уже когда-то начинал. А почему английский остается универсальным средством? Мне кажется, потому что нет смысла изобретать велосипед, раз уже исторически сложилось, культурно-исторически, да, что английский завоевал эту позицию, то зачем искусственным образом когда-то какой-то язык попробовать вывести на такой же уровень, как английский, если уже английский изучается, если на нем уже говорят. Мне кажется, нужно просто радоваться этой возможности, что можем понимать друг друга во всем мире благодаря этому языку. Вера, скажи, пожалуйста, для каких профессий необходимо знать английский язык на высоком уровне? Первое, это действительно айтишники и, мне кажется, зачастую они справляются без помощи преподавателей, потому что эта сфера диктует свои правила, они погружаются в это дело и, так или иначе, они общаются с зарубежными коллегами, очень многие айтишники работают на международные компании, зарубежные компании, и поэтому они так или иначе начинают говорить на английском, использовать его в работе каждый день. Английский нужен больше менеджерам компании, менеджерам по общению с зарубежными коллегами, зарубежными партнерами и так далее, менеджерам по продажам, по закупкам, то есть не директору скорее, а именно людям, которые ответственны за коммуникацию. И, конечно же, это медицина, я думаю, что необходимо делать все возможное для того, чтобы не отставать от зарубежных коллег, для того, чтобы перенимать их опыт, и английский помогает, и я знаю, насколько это мощное, мощное средство общения, мощное средство именно перенятия этого опыта. Какие методы обучения являются самыми эффективными? Возможно, есть новые методы обучения, знаю, что есть интерактивы, просмотры мультфильмов, фильмов, а также песни, вот что сейчас является самым топовым? Метод, который, мне кажется, и подход к обучению, который, мне кажется, действительно сейчас является самым продуктивным, самым эффективным, это работа над четырьмя навыками. И вот в школе мы в основном строим занятия для того, чтобы разрабатывать и развивать четыре навыка, да, это у нас два продуктивных навыка говорения письмо, и два рецептивных аудирования и чтения. И в жизни нам нужны именно эти навыки, нам нужны не грамматические конструкции и не списки слов, потому что я помню в университете мы учили бесконечные списки слов, и я там учила, как будет пробковая подошва, как будет, то есть какие-то слова, которые, возможно, никогда не пригодятся. Ты преподаватель не только у взрослых, но и у деток, и уверена, что к каждому есть свой подход. Вот расскажи о них, насколько уроки с каждой возрастной категорией отличаются друг от друга? На самом деле, мне кажется, нужно начать с того, насколько похожи эти две возрастные группы, потому что взрослые могут быть такими же капризными, как и дети, и, может быть, это не для всех очевидно, кажется, что со взрослыми работать всегда легко, но они могут капризничать и похлеще, чем некоторые детки. В то же время есть дети гораздо более ответственные, чем взрослые, и у меня есть, например, ученица, которой всего 8 лет, мама никогда в жизни не проверяла домашних заданий, ребенок сам всегда все делает, она всегда готова к уроку, она сама ищет песни, она приходит мне, говорит, хочу выучить такую-то песню, услышала по радио, хочу понимать, что там поют, и она сама несет ответственность за себя, и мы с ней как партнеры выступаем, потому что обычно в работе с детьми твоим партнером должен быть еще и родитель, партнером преподавателя, потому что без помощи родителей очень часто не получается идти к этому прогрессу, добиться какого-то успеха без помощи, без поддержки, без того, что родители будут дома стимулировать ребенка, смотреть что-то на английском, делать домашнее задание, просто если родители не будут объяснять ребенку важность, они будут пытаться мотивировать, потому что не все дети, естественно, особенно, начиная там где-то с 9-10, дети не мотивированы сами, у них нет этой внутренней мотивации, деткам весело в группе, деткам интересно, а потом наступает такой уже близкий к подростковому возрасту, когда это немножечко для них то возможное, чем они бы хотели заниматься, но при этом с детками необходимо использовать все возможные, необходимо использовать все каналы восприятия, которые у них есть, для того, чтобы они что-то запомнились, для того, чтобы они были вовлечены, и им обязательно нужно что-то трогать, нюхать, слушать, танцевать, нужно делать все возможное, и некоторым взрослым это тоже нужно, но при этом есть взрослые, которым нужна аналитика, которым давайте будем записывать правила от и до, это очень интересно, но есть, вот кажется, что у детей все в порядке с фантазией, взрослые обычно закрыты, это тоже совершенно неправда, взрослые очень часто любят фантазировать, что-то воображать, это интересно, очень сложно сказать о каких-то общих отличиях или сходствах, потому что все люди уникальны, и иногда ты работаешь с группой, и ты можешь играть, ты можешь действительно предлагать им что-то придумывать, все время креативить как-то, делать какие-то проекты, а есть люди, которым нет, это сухой, можно сказать, сухая программа какая-то должна быть, и им просто нужен материал, и так далее. Вера, у тебя очень красивый блог в одной из социальных сетей, ты не просто преподаватель, но еще и блогер, и раньше у тебя была такая акция, можно так назвать ее, уроки в сториз. Вот скажи, пожалуйста, когда зародилась такая идея, и почему, и насколько она нашла отклик среди твоих подписчиков? Я могу сказать, что идея эта зародилась не в моей голове, я не знаю, в голове какого-то гениального человека, который просто использовал эту площадку, первый, и мне кажется, что таких блогов сейчас очень много, и просто каждый может найти мне, наверное, преподавателя близкого по духу, того, кто преподносит материал так, как ему нравится, подписаться и развиваться, не выходя из телефона. И как мне пришло это в голову? Наверное, где-то тоже это подсмотрела, но решила преподнести это по-своему. Я стала выбирать материал, который мне казалось был интересным, который я натыкалась где-то, возможно. И я все время выбирала какие-то аутентичные материалы для аудирования, для чтения и так далее. Просто то, с чем действительно сталкивалась я, и, возможно, для некоторых людей это было сложно. Я видела, что некоторые пролистывали просто потому, что они не справлялись с этим уровнем. Временно, на пару месяцев я немножко заморозила этот проект, я обязательно к нему вернусь, когда будет чуть больше времени, и, возможно, я буду делать в разные дни, для разных уровней задания, потому что был очень большой отклик, люди писали, как им это нравится, и многие писали, что они бы очень хотели проходить эти задания, но им просто пока не позволяет уровень. То есть это не был какой-то полноценный курс, это, возможно, были абсолютно вырваны из контекста задания, вырванные единицы языка. Но это очень полезно просто потому, что ты включаешь голову, и ты думаешь, и даже если на несколько секунд, но ты находишься, заставляешь мозг поработать. Это классно, я сама люблю это, проходить у других, это правда интересно. Вера, и все-таки сейчас больше выбирают оффлайн-обучение с преподавателем один на один или онлайн-обучением посредством различных платформ, скайп-конференций, онлайн-курсов. Если мы будем говорить об онлайн-обучении, то тут тоже есть два абсолютно разных формата. Если мы будем говорить об обучении по скайпу и похоже на его платформам, то такие занятия могут быть абсолютно такими же, как оффлайн, абсолютно. Особенно если у преподавателя уже был опыт работы с этим студентом, например, оффлайн, то ничего, нет никакой разницы. Мне больше нравится оффлайн, оффлайн-общение, мне больше нравится такой контакт с человеком. Но есть и другие платформы. Ты правильно сказала, что есть многочисленные программы, семинары, онлайн-курсы. Это для тех людей, кто все-таки готовы для меньше времени языку. Они обычно и дешевле, они не обязывают. И у меня тоже в разработке есть сейчас один онлайн-курс, который я бы хотела запустить. Но я все равно убеждена, что они никогда не будут настолько эффективными, как работать с преподавателем один на один, как минимум. Потому что ответственность, она все-таки несоизмерима с тем, которую ты чувствуешь, когда ты просто нажимаешь на кнопки и делаешь это только для себя. Никто тебя не может проконтролировать и так далее. Вера, уверена, что у тебя есть девиз или афоризм, который сопровождает тебя на протяжении всей жизни. Вот поделись им с нами. Девиз у меня действительно есть. Чем больше делаешь, тем больше успеваешь. Я убеждена, что это так и работает. У меня очень много занятий ежедневно, 7 дней в неделю. И при этом остается время на себя, на своих близких. И особенно если ты любишь то, что ты делаешь, ты можешь успеть все. Вера, спасибо тебе большое за интервью. Арина, большое спасибо тебе. А это была программа Connect. До скорых встреч. Арина, большое спасибо тебе.